Ядерная медицина Ядерная медицина Ядерная медицина Какие у нас получаются изображения в радионуклидной диагностике, чем она отличается от лучевой диагностики? Вот посмотрите, вы видите лучевая диагностика. Все-таки это визуализация изменений рентгеноморфологии. Это больше морфологическая структура или анатомия. С другой стороны, радионуклидная диагностика. И вы видите, что здесь мы можем увидеть физиологические или патофизиологические изменения, которые происходят в организме на клеточном уровне. Несколько еще определений. Что такое радиофармпрепарат и что такое радионуклиды. Радионуклиды это изотопы химического элемента, которые достигают своего стабильного состояния с помощью радиоактивного распада. И в результате этого рождается гамма-квант. Нам интересен гамма-квант, который мы можем детектировать. А радиофармпрепарат это радионуклид, связанный с биологической молекулой, которая принимает участие в том или ином процессе жизнедеятельности нашего организма. Ну вот, как видите, вот внизу. Здесь, вот на этом слайде, я представил методику любого радионуклидного исследования, которая, в общем-то, она везде схожа. Приходит пациент в отделение радионуклидной диагностики, в отделение позитронно-эмиссионной томографии. И видите, что пациенту всегда вводится радиофармпрепарат. Чаще всего, конечно, это внутривенная инъекция, хотя бывают и другие способы введения радиофармпрепарата. Например, там вентиляционная сантиграфия, когда там дают баллончик с радиофармпрепаратом в газообразном состоянии и так далее. Дальше нам необходимо через какое-то время, все зависит от радиофармпрепарата, мы ждем, пока эта молекула диагностическая, в общем-то, распределится в организме. И дальше мы детектируем уже, где же, в какой части тела, есть ли нарушение физиологического или патофизиологического процесса или нет. И делаем это с помощью наших приборов. Ну вот, что касается дозы радиофармпрепарата. Ну вот, посмотрите, один кубик сахара, который мы кидаем в чай, это 3000 микрограмм сахароза или 200 тысяч кристаллов. Доза фтордезоксиглюкозы, которую используют при всем известном ПЭТ-КТ исследовании на одного пациента, составляет 3 микрограмма, то есть 1,5 кристалла. Это о чем говорит? Что мы применяем такие микроконцентрации радиофармпрепаратов, что у нас нет никаких фармакологических эффектов. То есть у нас практически никогда не бывает, например, аллергических реакций. За редким исключением, когда используются там вмещенные большие белковые молекулы. Значит, вот об этом тоже надо помнить. Несколько слайдов, связанных с методами радионуклидной диагностики, значит, они различаются по типу радионуклида, включенного в метку. Если один фотон мы фиксируем, это однофотонные методы. А если это позитрон, который потом встречается с электроном и дает нам два фотона, то это позитронно-эмиссионные методы. Отсюда и получается, однофотонные это синтеграфия, аффект и аффект КТ, мы тоже об этом поговорим. Позитронные это ПЭТ, ПЭТ-КТ и ПЭТ-МРТ. Вот здесь, на этом слайде, я тоже постарался их всех собрать, чтобы вы могли наглядно увидеть. Ведь все-таки методы лучевой диагностики в какой-то, в большей степени, еще раз повторюсь, это методы анатомические и морфологические. Сюда относятся и рентгенография, и компьютерная томография, как ее, так сказать, производная. И ультразвуковое исследование, и магнитный резонанс. То есть основа все-таки здесь, в анатомии, в морфологии. И наши вот радионуклидные методы, это и синтеграфия, позитронно-эмиссионная томография, однофотонно-эмиссионная компьютерная томография. Сейчас особую популярность, и это действительно так, гибридные методы, так сказать, в медицине приобретают. Это, вы видите, аффект КТ, то есть сочетание функциональных и анатомических. ПЭТ-КТ, появился аппарат ПЭТ-МРТ, например, уже используется давно. Что я еще хочу еще раз повторить, значит, какие основные вещи в радионуклидной диагностике. Первое, это радиофарм препарат. Нам очень важно знать, какой радиофарм препарат. Дело в том, что сейчас, в принципе, любую молекулу, которая принимает участие в нашей жизни, можно пометить радионуклидом, и это будет радиофарм препарат. Нам только нужно знать, зачем это делать и что мы хотим получить. И второе, это второй ключ в радионуклидной диагностике, это использование гибридных и специализированных технологий. Вы знаете, что здесь представлены, например, сканеры пока еще для мелких лабораторных животных, но вы видите, что уже есть, например, аффект ПЭТ-КТ. Мы все знаем, что уже есть ПЭТ-МРТ, мы все привыкли уже к ПЭТ-КТ. По всей видимости, мы вообще движемся в сторону объединения и создания какого-то такого гибридных аппаратов, которые будут в себе сочетать большинство модальностей. Что касается аппаратуры, здесь вот видите, как выглядит обычный однофотонный мещенный компьютерный томограф, на котором мы проводим синтеграфию. И вот, пожалуйста, гибридный томограф, то есть сочетание уже метода радионуклидной и рентгеновской компьютерной томографии, аффект КТ и ПЭТ-КТ. Существуют и специализированные камеры. Это камеры в онкологии, например, это молекулярная визуализация молочных желез. Вот такая камера установлена у нас в институте. Вы видите, здесь используется новый цифровой детектор, он очень чувствительный и позволяет снизить дозу радиофарм препаратов в 3-4 раза. К чему это все приводит? К тому, что мы получаем высокое пространственное разрешение, то есть низкое, до 4-6 мм. Видите, можем увидеть опухоль порядка 5 мм в молочной железе. Надо сказать, что специализированные гамма-камеры, если отойти в сторону онкологии, то это, например, кардиология. Там тоже они достаточно широко используются. Какие же существуют радиофарм препараты, которые используются для аффект КТ, для методов однофотонноэмиссионной компьютерной томографии? Ну, вы видите, что их достаточно, с одной стороны, много, но с другой стороны, нам, как специалистам по радионуклиной диагностике, конечно, их хочется, чтобы было бы еще больше. На сегодняшний день это порядка 12 радиофарм препаратов. Каждый из них нужен для своей цели. Ну, например, мы все знаем, допустим, исследование скелета, остеосинтеграфия. Здесь нам нужны меченые фосфаты. Например, исследование там рецепторов соматостатина. Нам нужен меченый технецем актриотит. Вот сейчас мы очень ждем, что появится препарат. Он уже фактически появился. Это меченый технецем ПСМА. Это все для однофотонных методов. То есть врач-радиолог должен понимать, какой радиофарм препарат нужно использовать и для чего. Что касается позитродноэмиссионной томографии, то здесь препаратов еще больше. Но клинически доступны тоже, естественно, пока не все. В основном это фторд из оксиглюкозы и 90% онкологических заболеваний. В общем-то, ПЭТК-тест фторд из оксиглюкозы позволяет очень эффективно и точно диагностировать, контролировать эффективность лечения. В общем-то, и так далее. Мы об этом скажем чуть-чуть позже. Биопсия сигнальных лимфатических узлов. Что это такое? Биопсия сигнальных лимфатических узлов – это целая технология, которая не только радионуклидная, здесь принимают участие еще и хирурги, а также обязательно морфологи. Дело в том, что почему я остановился на биопсии сигнальных лимфатических узлов? 90% все-таки эта технология связана с радионуклидной визуализацией, с радионуклидной меткой сигнального лимфатического узла. И пациенты спрашивают, Павел Ильич, что такое биопсия сигнальных лимфатических узлов? Ну, видите, здесь на магнитном резонансе представлено изображение этой пациентки. У нее, к сожалению, опухоль в молочной железе. И лимфатические узлы, нам кажется, что не изменены по данным магнитного резонанса. Выполняли и аффект КТ и ПЭТ-КТ. И вроде бы кажется, что тоже лимфатические узлы маленькие, ничего в них страшного нет. Что же нам позволяет биопсия сигнальных лимфатических узлов? И какой принцип? Так же, как и в остальных, во всех методах радионуклидной диагностики, препарат вводится, все равно препарат вводится пациенту. Другое дело, что он вводится в данном случае или интратуморально, или перетуморально. И вы видите, что он с лимфотоком распределяется в лимфатический узел. После чего хирург с помощью гамма-щупа его находит, удаляет от 1 до 5, как правило, лимфатических узлов. Не надо удалять, ну, то есть этого, как правило, достаточно. И морфолог уже потом говорит, что есть метастатическое поражение или нет. Ну, как в данном случае, вот вы видите метка сигнального лимфатического узла. Мы видим, где он расположен. Хирург его удачно нашел, отдал материал морфологам. И вы видите, что выявлен, к сожалению, был микрометастаз размерами 0,2 мм. То есть понятно, что на таких размерах, конечно, другие методы лучевой диагностики не позволят, в общем-то, правильно поставить диагноз. Очень-очень маленькие изменения, 0,2 мм. Молекулярная визуализация молочных желез. Вот на прошлой сессии у нас спрашивали, что такое молекулярная визуализация. Вы что, видите молекулы? Нет, мы не видим, конечно, молекул. Дело в том, что речь идет о том, что чувствительность наших методов микроконцентрации радиофармпрепаратов позволяет оценить изменения на клеточном, на молекулярном уровне. Ну, вот такой аппарат у нас есть в институте. Вы видите, что хорошо. Рак может быть не всегда виден на маммограммах, например, даже так. И посмотрите, как он хорошо виден при маммосынтеграфии вот с помощью нашей новой гаммокамеры. То есть это ранняя диагностика у пациентов без, например, установленного онкологического диагноза, у которых плотный желез на маммограммах, и можно пропустить опухоль. Диагностика рецидивов вот этот, используется этот метод. Все сложные случаи на маммограммах или на магнитном резонансе томографии молочных желез. Конечно, оценка эффективности лечения. Иногда, вы видите, протезы мешают нашим коллегам-рентгенологам увидеть опухоль, а мы ее хорошо видим, нам протез не мешает. Ну, вот так выглядит этот аппарат, который у нас установлен. Надо сказать, что по данным клиники МИО совместное использование маммографии и молекулярной визуализации молочных желез позволяет выявлять рак молочной железы в 4 раза чаще по сравнению только с выполнением маммографии. Теперь, какие же основные задачи радионуклидной диагностики в онкологии, в общем-то, мы должны сформулировать. Ну, первое, конечно, это все-таки определение степени распространенности процесса. То есть, пациенты к нам приходят, когда, в общем-то, диагноз по большому счету уже поставлен, и нам нужно оценить, есть ли метастазы в лимфатических узлах, то, что я вам показывал, или в скелете, или в каких-то других органах и тканях. То есть, это определение степени распространения. Конечно, конечно, мы можем выявить первичную опухоль в сложных случаях для наших коллег-рентгенологов. Выявление рецидивов, когда на фоне рубца, на фоне проведенной лучевой терапии действительно сложно разобраться, и тогда методы радионуклидной диагностики, они, в общем-то, незаменимы. Чрезвычайно важное направление – оценка эффективности противоопухолевой терапии. Мы можем раньше, чем наши коллеги, сказать, да, вот это лекарство эффективно, и действительно опухоль, она потеряла свой, так сказать, метаболический потенциал, и, в общем-то, эффект лечения достигнут хороший. Иногда наши методы незаменимы при первичной диагностике, в частности, нейроэндокринной опухоли, опухоли невыясненной первичной локализации. Также применяются в дифференциальной диагностике. И очень важно еще определение функционального состояния органов и систем в пред- и послеоперационном периоде. Допустим, пациенту предстоит операция на почке. Мы сейчас все знаем, что выполняются экономные резекции почки. И, конечно, врачу зачастую необходимо знать, а как, в общем-то, почки функционируют у пациента. Можно ли сделать экономную резекцию? Или, может быть, если ты удалишь эту почку, может быть, человеку потребуется там дальше гемодиализ, не дай бог. То есть эти все вещи очень тоже важны, и мы этим активно занимаемся. Ну и, конечно, планирование радиотерапии, радионуклинной терапии. Радионуклинная терапия – это следующий шаг после радионуклинной диагностики. И, конечно, без радионуклинной диагностики радионуклинную терапию проводить невозможно. Теперь, что касается тоже вопроса, который пациенты многие задают, это радиационная безопасность. Ну, мы все подвержены радиации. Это естественные источники. Естественные источники в основном. Видите, это космические лучи, радиоактивные элементы. Это наши гранитные набережные. Это изотопы, которые содержатся в пище. Кстати, например, в шоколаде радиоактивного, так сказать, калия-40 изотопа больше, чем, например, в хлебе. Вот. В земных породах мы все знаем газ-радон, в общем-то, да, радиоактивный. Поэтому все подвержены вот такому облучению с помощью естественных источников. И вы посмотрите, приблизительно в год, это было посчитано, да, вот каждый человек, кто проживает, получает где-то порядка 3 миллизиверт, вот такую дозу. И искусственные источники. Искусственные источники, конечно, это, ну, не будем говорить про ядерные испытания. Я там на электростанции, слава богу, у нас все спокойно. Ну, медицинское рентгеновское излучение, да, конечно, оно вносит свой вклад. Вот. И, в общем-то, конечно, человек получает дозу. Хотя, вот видите, если посчитать на все население, то получается, что она даже меньше, вот если посчитать на всех, да, меньше, чем от естественных источников. То есть где-то порядка 1,2 миллизиверта, а естественные источники дают около 3. Но, конечно, конечно, проведя расчеты, можно сказать, что, вот посмотрите, интересные тоже данные, которые мне предоставила наша служба радиационной безопасности. Существует Международная комиссия по радиационной защите, и они, в общем-то, определили, что дозу, которую человек может получить за весь период жизни, не должна превышать в 2 раза, естественно. То есть не больше 350 миллизиверт. При проведении синтеграфии скелета у нас пациент в среднем получает от 1,48 до 5 с небольшим миллизивер. То есть вы видите, что, в принципе, цифры несопоставимые. Надо сказать, что я не поленился, посмотрел в интернете. Дело в том, что космонавты, например, получают, по крайней мере, за год порядка 200 миллизивер. То есть они практически выбирают всю ту дозу, которую человек получает за 70 лет жизни, и, в общем-то, ничего с ними не происходит. Но, как уже говорилось, и я полностью поддерживаю коллег, и Татьяну Юрьевну, и Льва Николаевича, для пациентов пределы доз не устанавливаются, но используется принцип обоснования. То есть назначение радиологического исследования. В частности, мы говорим сейчас о радионуклидной диагностике. То есть польза от этого исследования, она должна, конечно, превышать все те риски, которые, в общем-то, мы несем все равно, облучая пациентов в той или иной степени. Здесь надо отметить еще, что, поскольку наши исследования связаны с введением радиофарм препаратов, то мы не рекомендуем и сами не берем пациентов, женщин обычно в период лактации, например, беременных. Да, если период лактации, то прекратить кормление ребенка грудью в течение 24 часов после исследования. В зависимости от изотопа этот период может значительно быть, так сказать, продолжительнее. Тоже об этом надо помнить. Но вообще мы стараемся беременным все-таки и женщины, которые кормят детей, все-таки их направлять на другие методы, которые не связаны с ионизирующим излучением. В заключении я бы хотел сказать следующее. Родинуклидные методы исследования, они чрезвычайно эффективны. Причем наиболее информативные все-таки исследования на гибридных и специализированных аппаратах. Иными словами, PET-КТ лучше, чем PET, аффект-КТ лучше, чем аффект. Родинуклидные исследования не проводятся без назначения врача. Все-таки мы должны понимать, польза должна быть от этих исследований больше, чем риск. Поэтому не получится просто прийти в родинуклидную лабораторию и сказать, я хочу, проведите мне, пожалуйста, позитронно-эмиссионную томографию или однофотонно-эмиссионную томографию. Все-таки должно быть назначение врача. И в силу сложности выбора, вы сами прекрасно видели, и количество радиофарм препаратов. И, собственно говоря, поэтому назначение осуществляется лечащим врачом по согласию, скажем так, и по консультации с врачом-радиологом. На этом я хочу закончить свою презентацию. Спасибо. Продолжение следует...